История русского православия насчитывает множество веков. Она неразрывно связана с остановлением самой русской государственности и культуры. Церковь пережила раскол, большевистские гонения, и лишь с начала 90-х годов началось восстановление исторической справедливости. Сегодня в каждом поселении Северского района есть свой храм, порой не один. Православные общины растут, а работа церковнослужителей не ограничивается только религиозным аспектом. Один из самых старейших храмов в районе находится в поселке Ильском. Ему исполнилось 150 лет. Свято-Никольский храм, построенный казаками и превращенный в 30-е годы 20-го столетия в склад, и Дом культуры большевиками сегодня вернул свое значение. Благодаря прихожанам и трудам нескольких священников, могила одного из которых, батюшки Александра Зиброва, находится здесь же, во дворе церкви здание удалось восстановить. С 2010 года настоятелем является отец Кирилл Коршунов. За это время трудами ктиторов, так называют жертвователей, попечителей храмов, и с Божьей помощью здание перестроили практически до неузнаваемости. Старую роспись стены свода в церкви заменили на новую. Благодаря работе московских художников-иконописцев, намоленные стены обрели голос, рассказывая прихожанам евангельские сюжеты и жития святых. Храм является не только местом, где люди собираются для совместной молитвы, для участия в богослужении. Это не только светоч молитвенный, религиозный, но и социальный. Потому что мы не только Богу служим, но и людям. Невозможно служить Богу и служать ближним. Это двоединенная заповедь христианства. Господь наш Иисус Христос сказал, что любите Бога больше всего на свете, любите друг друга. И прихожане, кририки нашего храма тоже несут эту миссию по отношению к тем, кто нуждается. За время проведения специальной военной операции на Украине прихожане храма уже не раз собирали и отправляли гуманитарную помощь воинам, отстаивающим интересы Родины. И, конечно, ежедневно они возносят молитвы о скорейшем воцарении мира. В нашем храме также есть воскресная школа, где учатся несколько возрастных групп детей. Дети поют, участвуют в художественных постановках. В общем, жизни в нашем храме довольно-таки насыщенная. Вот какую бы сторону, наверное, бы вы не затронули, будь это богослужение или миссия по отношению к детям, к их образованию, либо социальная сторона. Везде наши прихожане, священнослужители, сотрудники храма находят свои таланты. Таким образом, я надеюсь, что и вносят лепту в духовное восстановление нашего общества, нашей Кубани. Активная социальная работа ведется и в стенах храма святителя Спиридона Тремифунского. Церковь в византийском стиле появилась на окраине Станицы Северской в 2014 году. 25 декабря в храме отмечается престольный праздник. Прихожане встречают множество гостей, которые стекаются сюда для того, чтобы получить частицу благодати по молитвам святого Спиридона. А начиналось все когда-то с нескольких человек. Храм тогда стоял совсем на окраине Станицы. И здесь ни транспорта не было, да и ни людей, собственно, не было. И постепенно храм обретал черты православного прихода. Люди, которые собрались и узнали друг друга, и научились работать друг с другом, начали в первую очередь вести какую-то социальную работу. Начиная с самого простого, подвозить друг друга на службу. Те, кто имели машину, подвозили те, кто машину не имели. Затем мы начали опекать многодетные семьи, которые были нашими прихожанами, или которые были соседями наших прихожан. И постепенно это вылилось в системную социальную работу, когда на попечении храма находятся больше 25 семей, многодетных или неблагополучных семей, которым регулярно в той или иной мере оказывается помощь, материальная, продуктовая, одежда, которую собирают прихожане. Естественно, сейчас в время такое неспокойное прихожане собирают средства и продукты, и одежду, и вещи, и необходимый инвентарь для воинов и людей, которые находятся на территории проведения специальной военной операции. Все это включается в социальную деятельность нашего прихода. Отдельным и очень значимым направлением работы является работа с детьми. Многие семьи прихожан многодетны, и их ребята с удовольствием каждое воскресенье посещают занятия в воскресной школе. Цель нашего воспитания деток – это научить их видеть Бога в окружающем их мире. То есть это не научить их конкретным знаниям, что это Бог ядь, а это Бог аз, или в Библии написано вот это и вот это, а органично показать им, что это не просто какое-то отдельное знание, а это мир, в котором они живут. Это часть их, а они – часть огромного Божьего мира. Занимаются с ребятами трое учителей. Своё дело преподаватели вкладывают душу и уверяют, что получают взамен значительно больше. В основу работы нашей воскресной школы положим основополагающий принцип о том, что наша вера – это вера радости. Мы стараемся, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома, чтобы храм для них стал родным домом. У нас нет домашних заданий. Мы стараемся давать возможность нашим ребятам на уроках говорить, разговаривать и высказывать своё мнение. У нас есть такой принцип, что не бывает неправильного мнения. Оно может оказаться ошибочным, но это не страшно. Нужно уважать чужое мнение, выслушивать его с добротой, с любовью. Мы всегда можем подсказать. Мы стараемся сотрудничать с родителями, именно сотрудничать, потому что они действительно трудники. Мы проводим много времени не только в классе. Мы вместе организуем праздники, родители нам в помощь. Есть у нас традиция походов. Мы все вместе, родители и дети, обязательно ходим в лес, где можем пить чай из самовара, поваляться в листве, провести время, наверное, необычное. Я думаю, что многие дети с радостью узнают своих родителей совсем с другой стороны. Помимо изучения священного писания и хода церковной службы, ребят стараются развивать разносторонне. Пощается чтение художественной литературы, даже начали собирать библиотеку. Дети лепят, рисуют, вырезают, каждый год готовят театрализованное представление. В прошлом ставили чайник Андерсона. Но самая излюбленная часть обучения – это традиционное воскресное чаепитие, которым заканчивается каждое занятие. Перед престольным праздником обычно делают коллективную работу с особым глубоким смыслом. Здесь, например, каждый ребенок с родителями создал свою овечку, вместе получилось паства. Или сделали по башмачку для батюшки Спиридона. Кстати, самая настоящая туфля святого хранится в храме. Ее вместе с двумя иконами греческого письма привезли с острова Корфу, представители греческой общины, благодаря которым и возник этот храм. Туфли на мощах святого меняют два раза в год, потому что они чудесным образом оказываются стоптанными. Любовь к Богу и помощь ближним – наверное, это то, на чем зиждется православная вера. И каждый, кто приходит в храм, не только просит чего-то для себя, но стремится поделиться с другими. А Тихон Приз, уже пять лет служащий в храме Пономарем, давно понял, что вера, ко всему прочему, придает ему сил. На самом деле, моя вера дает мне очень много преимуществ. Например, когда я прихожу в храм, я чувствую такое особое облегчение, какую-то уверенность в себе, то, что все будет не напрасно, у меня все получится. Я могу в любой момент попросить что-то у Бога, и я на сто процентов уверен, что Бог меня услышит, то, что Он меня не бросит, как и любого христианина. Расширить свои знания о православии и побывать в самых известных храмах краевой столицы смогли многие школьники Северского района. Нашим ребятам посчастливилось в этой поездке принять участие. Эта поездка была организована в рамках программы формирования условий духовно-нравственного развития граждан Северского района. Поездка была замечательная, для детей очень важна, потому что они смогли познакомиться не только с храмами, их убранством, их строением, с иконами, в честь которых были освящены эти храмы, но и самое главное – прикоснуться к святыням. Заинтересовались этой возможностью даже дети из невоцерковленных семей. Возрождение православия сегодня – верный путь к возвращению исконных кубанских традиций. Христианские заповеди простые и правильные – любить Творца и ближнего, не творить зла. Храм – то место, которое открыто для всех. Сюда не покупают билеты, здесь нет фейс-контроля. Здесь ждут каждого, кто желает быть ближе к Богу, и всегда помогут любому, кто просит о помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова